дорогие уважаемые люди и друзья товарищи вот с такой красивой дождливой погоды и начинаем наш выпуск на самом деле мы как два сумасшедших сегодня вышли из дома хотя выбора не было завтра я не работаю завтра по дому работаю готовлюсь заготавливаю гости послезавтра у меня а сегодня нужны были некоторые маленькие ингредиенты и вот и решили выйдем быстро купим закупимся на англоязычном канале засняли тот маркет где мы с вами были на прошлой неделе может быть наш локальный маркет фай фермерский в общем там засняли вышли и перешли на русскоязычный канал сейчас едим трейдер джос забыла сыр и купить за для сырной доски только один два вида три вида сыра у нас дома но для сырной доски три вида это как будто вы дразните эту доску сейчас едем за сырами в трейдер джос потом наконец-то его пиджак готов пойдем заберем пиджак что еще и что-то еще есть по дороге и уже домой домой и вы с нами я тут быстро выхожу набираю сыры и уходим знаете этот магазин не позволяет снимать хотела сказать стрелять уверенно стрелять тоже не позволяет прямо у входа меня высаживает мы конечно без зонтика потому что крутые люди без зонтика ходят в дождливую погоду все подойдешь потом подойдет такой дождь начался сегодня вот такой очень мокрый день получается куда заезжаем как выезжаем выходим то есть из магазина сразу еще сильнее и мы естественно крутые без зонтика зонтик в другой зонтики в другой машине других машинах он справится сильный он дожди устойчивый терпеливый в общем он такой молодец а что у меня в кармане спрашивается сливу купила калифорнийскую или чилийскую не знаю но один в магазине у кассы говорю можно я из пачки возьму как можете всю пачку говорю всю пачку куда положить не одна нужно одну попробовали в магазине и решили что пачку можно в машине съесть сочный сочный сладкий ароматный сезонный почти на вкус куда пошел ушел тележку пошел на место убедите как он бежит без зонтик без зонтишней но мы если даже зонтик есть не пользуемся почти не пользуемся промок нам нужны плащи купить а нам специальные анти дождевые я тут сижу флам кушаю мы почти доехали я про этот магазин рассказывала не помню в каком блоге не но не хочу один и тот же рассказ хотя к нам на канал ежедневно не знаю сколько людей приходит они не знают эту историю но не очень важная история магазин как пиджаков всегда про этот магазин интересно что-то обсуждали пока он не поехал не купил себе пиджак который чуть больше недели задержали задержали алтрешен делали переделывали рукава длинные были сегодня позвонила говорит как звали человека и ты сказал да это он тэд говорит это тэд говорю больше недели назад можем мой муж пиджак купил в общем туда-сюда подождите сейчас посмотрю вот именно так как будто тетя ему позвонила что-то спросила что-то а ему было лень что-то проверять в общем проверил сказал только что спустили вниз то есть наверное во втором этаже у них это переделочная говорим никто из дома не выходит столько машин стоянку ищем магазин а это смит энд джеймс 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 надеюсь арома не открытый открытый и естественно дождь еще сильнее и о и холодно я такое в жизни не делала такой холод и дождь выйти из дома то какие солидные пиджаки есть сапожки какие красивые ботинки то есть у тебя тоже очень красивые это мужской магазин сумки какие хорошие кожаные арам типа такие брюки не взять брюки такие не хотите о велосипед виден трусики есть такие спортивные это женский отдел себе выбрал старт какой красивый шарп лукин шарп говорит пакет в эту упаковку должен положить как говорит этот магазин отец с сыном владельцы а здесь мама с дочкой семейной мне очень понравился этот магазин но другой магазин не хотелось вообще магазин не хотелось очень красивый пиджак очень хорошо элегантно солидно выглядишь пиджаке окей а теперь путь арам хочешь кофе пойти как сказал пойдем кофе выпьем хочешь подержу так холодно стало вдруг куда ты едешь не совсем холодно куда ты приезжаешь очень холодно и сильно дождит в общем то так то вдруг по другому сегодня мы очень много ездили туда-сюда по разным делам уже не хочется никуда говорить пойдем кофе выпьем говорю какой кофе пойди домой чай дом чай тапочки домашние уютный жакетик и тому подобное этот городок называется грир в первый раз приехали ну не знали рассказывала марина сказала мы в гриле живем поискали здесь airbnb сделали этот даунтан был единственным единственным местом куда можно было хотя немножко как будто выйти на люди в то же время очень уютный маленький очень уютный городок так сказать здесь очень много времени проводили до сих пор летом когда хотят хотим как бы выйти из дома близко куда-нибудь здесь сюда приезжаем он себе сигару берет я себе шардоне сидим очень приятно там и 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 наконец-то я так долго не ждала когда мы доедем домой но чудеса бывают и так спать хочется прямо хочется укутаться и уснуть но дела зовут парам давай мы сильные дождит нам что-то доставили и нам еще и котика доставили и 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 как хорошо дома и amazon что-то придется сегодня все нам что-то привозят и что-то ищет человек наверное не может наш пакет найти и мечты сбываются так холодно сегодня вроде бы весна только что началась и закончилась сейчас за дровами да я думала уже дрова уже не нужны говорю муж сказал может дрова принести говорим не надо уже все весна началась а это нам хватит но нет кажется опять возвращаемся в холодное прошлое но ничего поставила буду пить разогрею согреюсь и по быстро по покупкам пройдусь по моему что-то новое купила из локального фермерского успокоилась это особо наконец-то говорят у собак должны научиться радоваться к приходу своих любимых людей каждый раз как будто их видите давно не видела она нас два часа или три часа не видела сегодня но радуется как будто мы вернулись из другой планеты наконец-то так такие дела жду пока чай закипит и продвинемся дальше о пиджак хочу показать подождите держи инструмент девочки вроде бы пиджак как пиджак . говорит о имя там написано где имя написано это здесь нет ну смотрите как это персонально прямо имя фамилия это его пиджак он никогда не потерять помните детям по моему какую-то но здесь должны были вышить когда детей куда на них лагерь но не дневной лагерь несколько часовой лагерь летом и нужно было пришить их имя внутри их не знаю жакет или что принадлежит чтобы дети потом если вдруг потеряют там именно описано из этой серии чтобы пиджак не потерял очень красиво сидела очень подошел там очень много было хороших идти выбирай еще несколько ему идут пиджаки окей будет нести на здоровье наносить носить на здоровье альма у меня останавливается чай заварила вчера ночью из шиповника листьям малины лепестки липа липы и что-то еще и душица очень вкусный чай получился вчера дети пришли из школы и у обоих и голос такой что вот-вот заболеют и износа течет и спрашиваю говорю кажется новый вирус подхватили оба вместе говорят да кажется мы скоро заболеем в общем взяла чай кофе джин тоник витамины все что обычно делаю и потом подумала почувствовал у меня горло тоже прямо немножко как будто опухла запаниковала и себе тоже чай витамины туда-сюда дочка мне еще баночки сделала массаж сделала спала как ребенок вчера проснулась горло не болит чувствую себя хорошо но хочется все-таки еще немножко поспать весь день так хотелось спать но спать не буду это должна разобрать подготовить несколько чего-то чтобы завтра с утра просыпаюсь и готовлюсь гостям на следующий день хорошо день то есть сыну сказала сегодня ты делаешь тесто на хлеб два вида один скажет пожить пожитник нет патока есть слова которые немножко по моему похоже но не совсем другое что-то один на молоке другой из по с патока и к нуме зарывал с зонтик чесвечном дуэллин дэ зонтик унэнк да мы зонтик не пользуемся с ура смей в миг зонтик унэнк байс чэн коктагурцум окей ушадир байсиртэс шат ушадир зонтик говорит пока дойдешь до машины уже дошла присела идет забирает детей из машины не выходит возвращается домой и быстро из машины прямо домой пока зонтик откроет пока закроет уже дома но мы сегодня хорошенько замочились или промокли особенно первый магазин далеко магазин далеко еще и касса должен выйти из магазина пройти по дорожке к кассе хорошо что касса внутри помещения а не их на воздухе очень даже ожидаемо давно не пила шиповник это кислость шиповника так нравится васик осмем васик она и вася и варус она все он же гоша уже гора он же жора уже альма она же так сладкого хочется очень такого вкусного сладкого ничего нету сейчас все в морозильнике ягоды фрукты есть но чай с фруктами мы кто дилетанты кто с фруктами чай пьет коробка спонсорская значит там что-то вкусное морепродуктовое свежее изумительное уже уже этой это знаем подождите я здесь скоро буду красная лососевая целый килограмм икры много не бывает и вообще игра должна быть присутствовать и помогать нам с особенно с зрением я принципиально пока не могу себе как бы не то что позволить а убедить что у меня давай уже себе очки закажи нет я икру им восстанавливаю икрой восстанавливаю зрение экстрактом от львиного грива восстанавливаю клетки памяти пока держусь но рано или поздно как говорится и меня вылечит надеюсь не слишком холодная потому что только-только подумала икра сладкий чай замороженная это такие как нибудь вытерпим ом этот это очень вкусно еще было от silver тот вообще очень-очень вкусный был к сожалению сегодня дегустировать не будем очень жаль если немножко в комнатной ас астана обычно нужно поскольку она замороженная достается или доставляется нужно в холодильнике поддержать чтобы она тихо мирно и солидно пришла в свою правильную консистенцию или текстуру да так что один морозильник другой в холодильник а если вы тоже хотите такие вкусности в описании оставлю ссылку код на скидку не забывайте и с уверенностью можете заказывать у них могу уверенно сказать вкуснейшая икра самая вкусная окей завтра встретимся окей завтра встретимся когда заходила сама себе говорю 1 цветы не покупай цветы чтоб не купила обратно вернулась купила как можно не купить тюльпаны весной в начале весны хочешь не хочешь тюльпаны просятся к тебе домой особенно цвет такой хороший красивый добрый кажется не ту вазу взяла или если ударю пару таких лишних лепестков удобно поместится это из локального маркета купили перепелиные яйца вот это мне очень незнакомо мы такое яйцо нашли в в каком-то гнезде вот именно этот цвет но вряд ли они будут другое яйцо за перепелиные продавать все похожи на перепелиные уже видно но вот этот наверное уникальный был он окей львы сын их очень любит и к пасхе можно купить и даже не покрасить у этих людей прошлым на прошлой неделе купили очень вкусные яйца были такой белок нежный был как будто растворялся вот такой вкусный был после варки растворялся взяли купили еще два купили хотя дома ячейка осталась пусть будет детям как ни странно показалось понравилась индейка или грудка индюка у них маленькие упаковочки на минималистический прием пищи минимальность это ставлю может быть и съедят один остальное отправлю в морозильник в холодильник холодильник это для наших это раз-два и нету мацун должна сделать сегодня что еще интересного я думала дайкон это делать только бывает а у них был фиолетовый и мне очень интересно попробовать какой он на вкус и был вот такой красный или я почему-то думала дайкон это только в белом виде хочу просто кусочек попробовать и санчокс санчокс это вы знаете топинамбур или земляная груша яблоко на армянском земли на гетнаханзож называли смотрите какой интересный как вирус ковида окей это так описали можно кожуру удалить и посадить она быстро разрастется и будет расти но я не пока не знаю где сажать как раз сегодня сидели думали может может хоть из бревны бревна из дерева сделать в общем такие квадратные а я не хочу из дерева хочу уже готовые продают из хоско помните покупали 2 такие красивые такие высокие белые аккуратные собираются 2 за 70 или что-то в этом роде пока пойдешь это дерево купишь пока придешь обратно порежешь туда-сюда уже пошли купили собрали где посадить это хочу сказать нам еще нужно место подходящее найти хотя уже решили где но пока не стопроцентно огород нужно сначала сформировать потом уже сажать это хотелось когда здесь везде невозможно просто взять и что-то сажать земли много но земля она глина красная глина нужно обработать нужно замешивать с другой землей или грунтом удобрениями целая история у меня на это очень мало времени у меня на это времени нету поэтому мне нужны маленькие такие кубики чтобы немножко по поиграть огород огород кто играет со мной такой маленький кусочек возьму наши друзья любят такие вот такие хрустящие земляные овощи такой сладкий вкусный вкусный не такой сочный как дайкон белый но такой сладкий молодец очищу люсин съест это знаете так красиво смотрится когда какой-то салатик делаете и тонко-тонко слайсером специальный слайсер этот тонко режет мандолин мандолайн по моему и этим режете для дизайна очень красиво смотрится а на вкус пробовала не узнал не изумлялась в ресторанах как гарниш сверху это нормальный не сладкий немножко такой крепкий не изумилась не совсем плохой но это очень вкусно было неожиданно вкусно полезности серии томаты взяла хашламу буду готовить салатик буду готовить пусть будет спелые то есть в хашламу положу там есть несколько желтый хотел еще один взять забыла как-нибудь без желтого помидору салат сделаем что интересного дети очень любят очень любит самый сладкий фрукт дракона желтый сладкий красный такой ни вкуса ничего шоколады детям один отрежу арка очень любит немножко попробуем остальное арка продолжит так сделаю обычно можно так просто отрезать на половину и ложкой съесть а если не обычно хотите маленькие кусочки можете и так говорят о очень-очень полезно что-то или очень-очень полезно или вообще что-то нельзя наши дни очень все критически это масло не ешьте умрете этот фрукт или овощ съесть и вечно будете жить кто что хочет сочиняет просыпается и передает как информацию хороший а то на горло в горло не и не слезет или не лезет плохой вкусный вкус и нету сладкий сочный такой с маленькими хрустящими этими но аромата нету как сказать вам на что похоже не на что на что похож кактус говорить на кактус да это вкус кактуса неплохой если еще аромат был лучше мне персика если сравнивать яблочко ароматное сто раз вкуснее но это говорят очень полезно такой поперон и взяла чтобы пиццу сделать с детям а эти сливы чилийские я думала калифорнийский или чилийские обычно бывают или калифорнийские здесь и вообще в коску очень много фруктов из чили именно такие хорошие были с хрустом сочные сладкий с хрустом но сильного аромата все-таки нету но лучше чем ничего лучше чем если вообще их не было какие шикарные были сразу подумала нужно взять на то будет поздно и здоровые ok это молодец что еще из молодцов сыры взяла несколько видов в другом магазине этот ареститер вместе были там сыры скажем такой кусок это года 5 59 whatever на английском говоря там наверное такой кусок стоит 10 с чем-то но и куски малюсенькие но цены огромные не знаешь почему одно и то же один и тот же сыр фирма может быть из капельку туда-сюда другая но сказать что прямо там такие специфические фирмы поэтому нет куски маленькие цены большие такое взяла с дырочками сыр с дырочками наш любимый тосканский это авар ты . любит мягкий нежный это еще один бри если одного бри не хватит а здесь куску покупали большой кусок и понравился такой твердый но интересный сыр сейчас у меня очень хорошая идея давай один сыр откроем скажем этот там я хлеб разогрела принесем с хрустом хлеб сыром помидор спелый есть гениальная груши купила такие очень вкусные бывают разноцветные особенно когда созревают они великолепные и для сырной доски как раз и груша будет у нас в наличии купила тонну этих шоколадов спросите почему спросите спросите эти шоколады идите на ланч собой один не целую пачку это я купил на две недели только люсин и бек это несут собой и каждый день спрашивает мам шоколад положила хай пришли как будто без шоколады ланч не бывает и бек говорит а шоколад есть в по вну в этой сумочке курю как же без шоколада сегодня без шоколадный день был как будто бы в камеши был так сушит и заживан как что-то купила на берем соды и craхает ребята что у нас вы понимаете хотя они не нравится у нас с водой не покуп au масок я не покупаю в пациенте и карден, куда нужно покупать коктусы я не покупаю в текану, Одну бутылку на всю семью. Аляха, мне тестуют кальция. Амова, че? Такой хороший, ароматный. Арнак вообще не пьет. Вилькузэс портай с сода, макичи. Окей, that's good. Если еще у Бека спросим, не захочет. Люсин это не пьет, Арнак не пьет. Очень хорошо. Какие дети хорошие. Здесь мы тарелочки, мы еще не собрали. Сегодня у нас очень такой бизи день. Окей, аромат, острицы. Устрицы сегодня планировали. Говорит, халат надену. Шампанское открою. И буду для тебя, устрицы, щелкать. Что интересного? Интересного ничего не купили. Это просто купили как лимонад к гостям. Такие... В общем, что-то сладкое. Мы редко это пьем. Детям нравится. Не то, что наши дети такие... Ой, они соду не пьют такую. Если будет, выпьют. Поэтому не покупаем. Поэтому не покупаем. Голубика с размером моей головы. Это для сырной доски. Красиво смотрится на сырной доске. Орешки взяли. Оругелу, чтобы салатик сделать с буратой. О, сранец кутай с арка? Очень любят ребенка угостить. Сейчас должны одеться. Быстро кушают. И идут на хоккей. Завтра очень важная игра у них. Салат, салат. Маленький салат. Сизер салат можно этим приготовить. Как раз пармиджано-риджано купила. Свежий. Анчоу вези есть. Дочке скажу, пусть занимается. Домашний майонез приготовила. Эти шиши-то очень красиво смотрятся. На что-то, скажем, выпекаете в духовке. Это ульфа кололак хочу сделать. Баклажан, фрикаделька. Баклажан, фрикаделька. Такое очень красивое и очень вкусное блюдо. Когда на это блюдо сверху кладете эти перчики, запекаете и доставляете, они прямо шарм придают этой блюде. Поэтому взяла. На самом деле они как бы японские. По характеру они очень азиатские. Вместе с суши в азиатских ресторанах. Огурчики, могурчики. Апельсончики. В прошлый раз сладкие-сладкие получились. Все съели. Окей, я закончила. Иду за устрицами. Баклажан, фрикаделька. Да. Вы все. Бекки нас едут ума, ага, уты. Хотя Бек уже съел. Сегодня все отдельно поедаем, потому что дети уходят. В общем, такой день. Какое вкусное блюдо, если гитим неркебный. Совацесс? Какое вкусное блюдо. Ты не чувствуешь такос? Да. Блюдо блюдо. Даже не видела, что он ее. Он что-то прожевывал. Наверное, что-то сладкое. Так, он отдыхает, дрято миссика. Гнаностыкер. Эйна, айдах. Апельчикер. Минчайбарч. Пусть доедает после брата. Семейный совет дружно посовещался и решил. Первым делом самолеты, устрицы потом. Хлеб такой хорошенький, хрустящий. Сыр есть, помидоры есть, хлеб есть. Какие устрицы? Ну, устрицами, как говорится, семью не накормишь. Не наедая, не еда, чтобы съесть и ох, наелись. Это как семечки. Сначала это, потом семечки решили. Сядем и понасладимся. С утра опять вышли. После трех к четырем часам только вернулись домой. Но главное, вернулись сейчас в эту погоду, когда дети уходят куда-то. Как будто задыхаешься или замираешь, пока они обратно вернутся. Да, ну, замираемся, но с голодной. С голоду тоже замираемся. Этот хаварти, то, что из Тредер Джоз взяла кусок, такой вкусный был. Я когда резала, такая голодная была, попробовала кусок хлеба этот хаварти и помидор. И мужу говорю, нет, она, это дело требует более серьезного отношения к себе. Сначала вкусное что-то, а потом семечки. Согласился. И перчик есть, базилик есть. Лучше ничего, думаю, такого серьезного не надо. Базилик промыла. Честное пионерское, еще мокрое. Хотя, в принципе, мы не моем, мы едим. Если что-то случится с нами. Но люди так волнуются иногда, так беспокоятся. Это не помыли, это где перчатки. Как-то говорю, где перчатки, как будто холодную воду на мою голову. Какие перчатки? Мало того, что маньякские эти перчатки везде что-то готовят в этих перчатках, да еще и как будто меня этими перчатками дразнят. Где перчатки? Единственное, если я употребляю перчатку, это когда с мясом вожусь, фарш замешиваю. Очень приятно в перчатке замешивать. И все. Я сказку рассказала. Может быть и кусок этого тоже возьмем себе. А это не такой вкусный. Может для дизайна подойдет, что-нибудь сделаю и как будто пройдусь. Но очень крепкий. Очень красивый стол. Не будем сейчас со столами возиться. По-домашнему садимся, наслаждаемся. И по делам своим. Каждый по своим делам. Люсь, мы едят кутес. Люсь, я весь день ест. Ест. Приходит со школы, ест. До той поры, пока идет спать, что-то прожевывает и говорит, спокойной ночи. Ну, я пошла. Наш зайчик. Арам Диан, мы тоже заслужили сегодня присесть, понасладиться. Такие большие куски сделала. Кусочек этого. Кусочек хлебушка. Это за вас ем. Лепесток базилика. Бартуть. И томатик. Все, арам. Конец связи.